Давайте тогда будем начинать. Владимир, передаю вам слово и включаю вашу презентацию. Благодарю. Еще раз всем большое мое приветствие. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня благодаря нашим всем усилиям, благодаря нашим сотрудничеству с Интерфаксом и экспертами Национальной Ассоциации Комплайнс наше мероприятие состоялось. Мы сегодня это мероприятие имеем как череда таких крупных обсуждений специалистов, представителей регулятивного сектора, фаивов, контрольной среды и реального отраслевого бизнеса, профессионального стандарта специалистов в области комплайнса. Этот путь мы проходили в течение трех лет. Три года назад ориентировочно, инициативно Национальная Ассоциация Комплайнс вместе с экспертным сообществом, которое мы объединяем, и вместе с Министерством Труда решили, что такой стандарт как раз будет нужен. Но много времени ушло на то, чтобы объединить мнение множества экспертов. Много времени ушло на то, чтобы сформулировать именно то важное, нужное, что будет работать в этом стандарте. Несколько слов о том, что представляет из себя Национальная Ассоциация Комплайнс. Я рад с вами познакомиться. И если вы будете заинтересованы в сотрудничестве, мы активно на нашей платформе развиваем меры, комплайнс-среду, профессиональное общение. Национальная Ассоциация Комплайнс от России присутствует в очень большом объединении мировом. Это Федерация Международная Комплайнс Ассоциаций. Это множество профессиональных комплайнс-специалистов, регуляторы. Это те представители бизнеса, которые практически показывают сейчас пример лучших практик, примеры инновационных решений, примеры формирования этики бизнеса и культуры корпоративной. И сразу же скажу, что это нам дает возможность и давало возможность при формировании стандарта специалистов в сфере комплайнс учитывать особенности, которые есть в мире, которые уже отработаны. Передовые практики, мнения экспертов, которые уже внедрили у себя комплайнс-меры. Как это работает, какими качествами должен обладать специалист в сфере комплайнс, в области комплайнс. Это все мы постарались учесть и сформулировали в проекте нашего стандарта. Сейчас этот стандарт проходит общественное слушание, и вот это наше сегодняшнее мероприятие, это как раз часть этих общественных слушаний. Мы понимаем комплайнс-систему, во-первых, как систему, которая следит за соответствием регулятивных мер, исполнение регулятивных мер всеми участниками бизнеса и пространства рыночного в России. Мы понимаем, что система комплайнс, она отвечает за заблаговременное выявление рисков. И, кроме того, помогает формировать этичный бизнес, культуру, которая сейчас, как никогда, актуальна для успешного развития бизнеса. Мы понимаем, что комплайнс навсегда должен стать неотъемлемой частью российского бизнеса, и независимо от того, какого масштаба, какого уровня будет этот бизнес. Огромные перемены, большие нововведения, пандемические изменения, реформа контрольно-надзорной среды в России – это все, что нужно, как минимум, учесть, понять, чему соответствуют ваши предприятия, какие новые изменения нужно внести во внутреннюю культуру своей организации, в корпоративную культуру, как общаться с разными поколениями, которые приходят к вам работать в ваш бизнес, какие учитывать типы поведения – это все, опять же, охватывается системой комплайнс. Конечно, в одном стандарте нельзя прописать все, поэтому мы постарались сформулировать и сформулировали, сейчас общественное слушание проводим, вот этот проект, который, собственно говоря, охватывает регулятивную часть правила поведения. Один из этапов наших общественных слушаний был проведен на базе НОЦА «Комплайнс МГУ», это научно-образовательный центр «Комплайнс МГУ». Мы собрали научных деятелей, мы пригласили экспертов, и, собственно говоря, вот эта проектная группа наша сформулировала окончательно предложение и сформулировала замечания. Все они обязательно собираются и учитываются в определенной степени при формулировании основного проекта. Кроме этого, у нас было крупное мероприятие в рамках общественных слушаний на площадке Московской торгово-промышленной палаты, где присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций, опять же, научной среды и непосредственно бизнеса. Здесь мы получили интересные предложения от Международной ассоциации «Комплайнс МГУ», от руководства Департамента Министерства экономики и промышленности, и были очень такие полноценные замечания от «Газпромбанка» и Министерства труда непосредственно. Это все было проработано и будет обязательно учтено. Несколько слов буквально о структуре документа, который мы сегодня с вами обсуждаем. Я не предлагаю обсуждать его постатейно. Наш формат мероприятий предполагает, что мы уже понимаем, о чем идет речь. Если кто-то вдруг не ознакомился или кто-то захочет более подробно ознакомиться с текстом стандарта, профессионального стандарта «Специалист в области комплайнс», то такая возможность тоже представлена. Он в открытом пользовании находится. Структура профессионального стандарта предполагает несколько блоков. Это, безусловно, первый блок, который относится к виду и цели профессиональной деятельности. Второе – это функциональная карта вида профессиональной деятельности. И мы, конечно же, углубились в описание трудовых функций, непосредственно трудовых действий, необходимых умений, знаний, поскольку по этому стандарту, когда он, даст Бог, будет принят и согласован всеми нами и Министерством труда, нужно будет, первое, обучать специалистов в этой области, и второе – нужно по этим правилам будет этим специалистам жить, обязательно учитывать. Мы понимаем, что мы формулируем самые общие правила и трудовые функции, поскольку есть разные направления комплайнса в разных средах. Даже на основании наших исследований «Иллюзия безопасности», которые мы проводим уже третий год, мы определяем по нашей методике порядка 22 направлений комплайнса во всей системе. Это еще не окончательная цифра. Кроме того, что я уже сказал, я предлагаю вам непосредственно использовать QR-код и дойти по этой ссылочке до текста стандарта, проекта стандарта «Специалист в сфере комплайнса», в области комплайнса. Почитайте, пожалуйста, ознакомьтесь, проработайте, и еще не поздно написать нам ваши предложения, замечания, все то, что обязательно будет учтено и войдет. Я уже упоминал по поводу международной площадки нашей, где мы присутствуем от Национальной ассоциации комплайнс и даем возможность, так сказать, делаем мост для всей экспертной общественности России участвовать в международном форуме, в международном обсуждении практики, опыта международного бизнес-кейсов, а это очень интересно. Следующий форум пройдет буквально в октябре с 4 по 8, и, безусловно, это будет то, где вы сможете не только представить себя или услышать, увидеть самые последние достижения на этот момент в области искусственного интеллекта, использования больших баз данных, применения геймификации, применения тренинговых возможностей, образовательных возможностей, и напитаться тем опытом, который, собственно говоря, вы можете сразу же реализовать у себя в бизнесе. Мы понимаем, что комплайнс-система – это мост между бизнесом и государством, мост между бизнесом и зарубежными партнерами. И сейчас, оценивая те правила, оценивая ту культуру, которая предполагает наличие комплайнс-системы, мы понимаем, что это формирование доказательства должной осмотрительности бизнеса, доказательства благонадежности, то, о чем нам, собственно говоря, предлагает уже наш законодатель, в том числе поступить и рассмотреть это, в том числе и на основании внедренного закона 1 июля номер 248 о реформе контрольно-надзорной деятельности. Это о госконтроле и муниципальном контроле и надзоре. Теперь надо понять, что ответственность бизнеса за свою благонадежность, за свою должную осмотрительность и добросовестность перекладывается на плечи самого бизнеса больше и больше. И все больше и больше это носит определение риск-ориентированности, это носит превентивный характер, заблаговременное выявление рисков несоответствия регулятивным требованиям. Я предлагаю вам сегодня активно поучаствовать на нашей сегодняшней пресс-конференции, и мы готовы с удовольствием сегодня и отвечать на вопросы, и за пределами сегодняшнего замечательного события общаться в профессиональной среде. Спасибо большое за внимание.